Всем доброго дня! Это Гелиусар и История просто. История России, 6 класс, за авторством Андреева и Фёдорова. 16-17 параграфы. Культура Руси. Эпиграф. Княжи мои, господины, орёл птица, царь надо всеми птицами, а осётр над рыбами, а лев над зверьми, а ты, княжа, над переславцами. Лев рыкнет, кто не устрашится, а ты, княжа, речише, кто не убоится. Слово Даниила Заточника. Христианское мировоззрение – единая общерусская культура. Прекратила ли своё существование единая русская культура с распадом древнерусского царства? Нет, не прекратила. Наоборот, начала укрепляться. Начало формирования общерусской культуры. Древнерусские удельные княжества и земли развивались самостоятельно, но в культурном отношении они всё больше напоминали друг друга. Важную роль в этом сыграло распространение христианского мировоззрения. В середине XII до XV века на основе местных традиций начинает формироваться единая общерусская культура. До рубежа XI-XII веков русская земля находилась в общем управлении князей и родственников, что способствовало сохранению её единства. С начала XII века фактор, сплачивающий Древнюю Русь, исчез. Сохранялось лишь религиозное единство древнерусских земель и княжеств. Все они входили в единую церковную организацию, центр управления которой находился в Киеве. Благодаря этому продолжало бытовать представление о русской православной земле. Влияние церкви на Руси было чрезвычайно велико. Церковное законодательство, библейские заповеди регулировали повседневную жизнь древнерусского человека от рождения до смерти. Все представления человека о мире и об обществе основывались на христианской традиции. Почему в начале XII века с исчезновением политического фактора, сплачивающего страну, русское единство сохранилось? Потому что сохранилась единая православная вера. И вот за это стоит отдать огромное спасибо и огромное должное русской православной церкви. Ведь именно благодаря русскому православию сохранилась единая русская культура и активно формировался единый русский народ. Если бы не православие, если бы оставалось язычество, русский народ распался бы на десятки мелких племен. Именно православие объединило русский народ и создало единый русский народ из огромного количества племен. Что было главным в представлении древнего русского человека об окружающем мире? Разумеется, христианская традиция, христианские заповеди и правила, которые давала церковь и вера. Восприятие мира. Человеку того времени все казалось полным особого, сверхъестественного значения и смысла. В представлении жителя Руси страны делились на праведные и грешные. Первые, восточные, располагались ближе к раю, вторые, северные, ближе к аду. Сосредоточием христианской святости считали и Иерусалим. Однако из-за недостойного греховного поведения его жителей духовный центр мира переместился в Киев. А на народу Руси легла особая миссия – спасение всего христианского людо. Чтобы выполнить ее, надо было хранить православную веру, соблюдать Божьи заповеди. Тогда, в День Страшного Суда, будет получено высшее оправдание от Спасителя. Повседневная жизнь древнерусского человека шла в соответствии с церковным календарем. Соблюдались все праздники – от слова праздной, свободной от работы. И запреты, например, посты, периоды воздержания от некоторых видов пищи и развлечений. Животный мир представлялся людям, полным тайн и загадок. Невиданные звери и птицы обитали в заморских странах. О них рассказывали и наземные книги, а богатое воображение дорисовывало картину. Каждое животное, будь то сверхъестественное создание – единорог, кентавр, феникс, экзотический зверь далеких стран, слон, лев или хорошо знакомое существо – лисица, еж, куропатка, бобр – наделялась символическими значениями. Причем значений, зачастую противоположных, могло быть несколько. К описаниям мифических животных и птиц люди Древней Руси относились с полным доверием. Все животные и их свойства, реальные или вымышленные, рассматривались с точки зрения нравоучительного смысла заключенного в них. Так, лев был символом земной власти и могущества, олицетворением воли, справедливости, воплощения законов неба на земле. Приблизительно так же воспринималось древнерусскими книжниками камни и растения, их природа, свойства и качества. Какая роль возлагалась на народ Руси после перемещения духовного центра мира из Иерусалима в Киев? Сохранение нравственной и духовной чистоты вплоть до Страшного Суда, когда будет получено, так сказать, общее решение о том, как жили люди. Что стояло за образами животных, растений, камней в древнерусских текстах и изображениях? Каждое животное, камень, растение наделялось своим особым символическим смыслом. Зачастую смыслов могло быть несколько, и они могли быть даже противоположными. И каждое камень, растение, животное рассматривалось с точки зрения именно символического смысла. Смысл древнерусских изображений и текстов Древнерусские изображения и тексты полны символики и глубокого смысла. Так, на иконе «Чудо Георгия о змеи» изображен святой Георгий на белоснежном коне, в развивающемся на ветру красном плаще с копьем в руке, поражающий темно-красного змея, извивающегося под копытами коня. Эта икона не просто иллюстрация соответствующей христианской легенды, все изображенное здесь символично. Георгий является символом воинства Христова, который, опираясь на правую веру, ее символизирует белый конь, ведет непримиримую и неустанную борьбу с дьявольскими силами. Змей – символ дьявола, а копье в руках святого – символ победы над сатаной. Эти образы дополнены и развиты символикой цвета. Белый цвет коня – цвет чистоты, символ всепобеждающего святого духа. Кроваво-красный цвет плаща святого Георгия соответствует цвету рубина, символизирующего силу. Темно-красный же цвет змея связывался с Антихристом. Люди того времени любили перечитывать уже известные им произведения, поэтому древнерусские литературные сборники оставались неизменными на протяжении столетий. Даже когда древнерусский автор создавал новое произведение, он обязательно включал в него уже известные читателю тексты. Так, одно из самых замечательных произведений северо-восточной Руси – слово Даниила Заточника – целиком выстроено из слегка переделанных цитат, взятых из священного писания. А каждый новый летописный свод обязательно включал тексты предшествующих летописей. В удельный период в отдельных княжествах начали вести свои летописи, но все они имели общее начало – повесть временных лет. Чаще всего летописи писали при княжеских или епископских дворах. Благодаря летописям нам стали известны многие события, происходившие на Руси. Какие символы победы христианского мира над языческим миром можно найти в иконе «Чудо Георгия о змее»? Ну, здесь вообще-то язычество – это как бы силы дьявола в данном случае уже шли. И получается, что в данной иконе описывается как бы победа христианства над язычеством, как над силами зла. Что заставляло летописца в удельный период начинать местные летописи с повести временных лет? Повесть временных лет – это самая первая как бы считающаяся повесть. Повесть основная. С нее как бы начиналась на Руси эпоха. И таким вот образом именно с этой летописи начинали вести абсолютно все остальные летописи на Руси. Так как эта летопись, она временной повествует о том, как начиналось, собственно говоря, появление князей на территории Руси. То есть создание Руси княжеской, Руси православной и так далее. Православный храм как образ мира древнерусского человека. Образ мира, который был своим для человека средневековой Руси, сохранил православный храм. Он был своеобразным зеркалом мира, отражал внутренний потаенный смысл земных вещей, явлений и событий. Кому из нас придет в голову, разглядывая причудливых грифонов или добродушных, спящих с открытыми глазами львов на стенах храма покрова на Нерли, Дмитриевского собора во Владимире или Георгиевского собора в Юрьевпольском, что перед нами образы Богородицы и Иисуса Христа? Внешне древнерусский храм производит скромное впечатление. Вход или главный вход расположен со стороны западного фасада. С востока пространство храма ограничено полукруглыми, граненными или прямоугольными алтарными выступами, апсидами. Не путайте апсид и аспид. Это очень разные слова с очень разными значениями. Здесь апсиды. Внешние украшения фасада храма делят его поверхность на три яруса, которые, обратите внимание, очень хорошо видны на обоих вот этих изображениях. Вот он, нижний ярус со входом четко разделенный. Вот он, второй ярус. И вот он, третий ярус, так называемый небесный ярус. То же самое здесь четко видно нижний ярус, четко виден верхний земной ярус и самый верхний небесный ярус. Каждый ярус символизировал свой уровень восхождения от грешной земли к небу. Нижней землю здесь изображались злые силы, которым запрещался доступ внутрь храма и на верхней части его стен, либо образы растительного мира. Средний мир – мир божества в его единении с людьми. Здесь изображали Бога или его посланников. Верхний, третий ярус, обозначал божественное небо. Он либо оставался пустым, либо заполнялся изображениями Бога и выдающихся церковных деятелей. Высший и наиболее емкий символ христианства, венчавший купол храма – крест. Наружное оформление храма, его простота, основательность и стройность соответствовали скромности, непритязательности и строгости внешней жизни христианина. Сложная внутренняя структура и великолепное убранство церкви символизировали богатство духовной жизни верующего человека. Стены, столпы, поддерживающие купол, и особые преграды делят храм на притвор, корабль и алтарь. Притвор – западная часть храма, отделенная от средней, собственно, храма, глухой стеной. В притвор могли входить даже те, кому запрещался вход в основную часть храма – иноверцы и еретики. Корабль – неф. Центральная часть храма символизирует видимое небо. Его название связано с представлением, что церковь, подобно кораблю, влечет верующего по морю жизни к тихой пристани в Царстве Небесном. Алтарь, самая главная, восточная часть храма, отделяется от нефа специальной преградой. На нем обычно располагается иконостас. Человек, входивший в храм по мере продвижения к алтарю, повторял весь путь человечества от сотворения до Рождества и крестных мук Спасителя, от его воскресения до Страшного Суда, изображения которого располагались на западной стене центрального нефа. Находясь как бы между прошлым и будущим, вошедший в храм, решал вопросы своей текущей жизни. Вот здесь вот показана, собственно говоря, схема устройства православного храма. Крыльцо, притвор, центральная часть корабль, солея и алтарь. Выступающая вперед возвышение, на котором помещается алтарь и иконостас, называется солея. Середина ее называется амвон, что означает край горы, восхождение. С него произносятся молитвы и проповеди, читается Евангелие. Здесь же прихожанам преподается причастие. По краям солеи у стен устраиваются клиросы для чтецов и певчих. Если в притвор и неф храма войти может каждый, то в алтарь мирян, как правило, не допускают. Для женщин это вообще исключено. То, что алтарь устроен на возвышении, имеет не только символический, но и практический смысл. Всем должно быть слышно богослужение и видно, что делается на алтаре. Посреди алтаря расположен престол, главная принадлежность христианского храма, прикасаться к которому может только священник. Часто в одном храме бывает несколько престолов, которые располагаются в особых алтарях, пределах. Каждый из них, как и отдельный престол, освящается в честь своего святого или событий священной истории. Но весь храм именуется по главному центральному престолу. Внутренний мир средневекового человека представлял собой вселенную, в целом совпадающую со внешним божественным миром. Каждый носил в себе свой храм. Храм стал местом гармонизации внутреннего и внешнего мира человека. Местом, где человек осознает себя и свое место в этом мире, обретая смысл своего бытия. Вопросы. Почему православный храм был для древнерусского человека зеркалом мира? А вот это вот здесь вот проглядывает мудрость тех, кто принес православие на территорию Руси. Даже в язычестве, языческая религия у славян была очень сложной. Там было очень много сложностей. И православная вера, она смогла сочетать в многих своих особенностях вот эти вот особенности древней языческой русской веры. И храм, и, например, крест на вершине купола, и само строение храма, все они показывают, были связаны с тем, как было устроено еще тогда. Но, естественно, с серьезными дополнениями от самого христианства. Христианство сильно дополнило ту языческую религию, изменило ее, но при этом полностью от нее не отказывалось, потому что полностью отбросить язычество было невозможно. Люди просто не приняли бы его. И вот здесь вот показано, что храм для древнерусского человека был зеркалом мира. Так уж был устроен сам храм, что снаружи, что внутри. Чем объяснить внешнюю строгость православного храма и его богатое внутреннее убранство? Здесь два важных символа. Внешняя строгость – это внешнее поведение человека. Что человек в своей жизни, будучи христианином, должен быть очень так строгим, очень скромным и не должен шиковать или как-то там нарушать заповеди. В то время как богатое внутреннее убранство отображает богатый внутренний мир христианина, православного человека. Насколько его духовный мир богат благодаря христианству. Прочитайте эпиграф к параграфу и ответьте на вопросы. Почему автор хвалебного обращения к князю использует образы зверей? Ну вот, это все очень высокая символика. То есть показано, что князя сравнивают с теми животными, которые считались царями в животном мире на Руси. То есть орел был царем птиц, осетр был царем рыб, а лев был царем зверей. И вот отсюда, то есть князь как бы был царем среди людей. В тексте говорится о реальном льве или вымышленном. В данном случае, конечно же, вымышленный лев. Какой зверь, распространенный в Залесском крае, не назван в тексте? Понятия не имею, какой, собственно говоря, там не назван. Но возможно, если это имеется в виду Залесский край, возможно, это какое-то травоядное животное. Например, тур действительно большое, но это травоядное животное. Травоядное животное не может быть царем среди всех зверей. Рассмотрите иллюстрацию на странице 116 и ответьте на вопросы. Вот она, страница 116. Обратите внимание на данные иллюстрации. Большое количество отображено каких-то птиц, каких-то крылатых зверей. То есть здесь показаны как реально существующие, так и явно сказочные животные. При этом присутствуют и святые, и какие-то еще дополнительные символы. В том числе, видимо, и какие-то растительные символы. Вот здесь вот есть даже растительные символы. Опишите ее, используя полученные знания. Я ее описал. И могу дополнить только, что это явно в рельефе, изображенный на каком-то храме. Уместно ли нахождение льва на стене православного храма? Если этот лев является символом верховной власти, например, Иисуса Христа, то почему нет? Хотя, конечно, в принципе, христианство различную символику не очень-то уважает. И, например, у католиков такое не принято. А вот у православных, в данном случае в России, вполне возможно. Какие существа украшали готические храмы Западной Европы? Это забавно, но там были исключительно вымышленные существа. Причем довольно-таки оригинальные. Это горгульи. Откуда эти горгульи взялись, не очень-то понятно. Но именно горгульи украшали храмы. Именно католические. Что такое двоеверие? Это когда смешиваются между собой какие-то языческие традиции и христианские традиции. То есть какие-то языческие праздники находят свое отражение и полностью соответствуют, например, датам к христианским праздникам. Это и есть двоеверие. Соотнесите даты, указанные на ленте времени, со следующими событиями. Отвечать на этот вопрос не нужно по той причине, что в самом параграфе нет ни одной даты, где, собственно говоря, строились бы вот эти самые соборы. Поэтому можете поискать в каких-то предыдущих данных. Там, в принципе, есть. Но и тем не менее, в самом параграфе нет никаких абсолютно указаний на данные вопросы, следовательно, и отвечать не нужно. Выберите ответ на главный вопрос урока, опираясь на текст параграфа, обоснуйте свой выбор. Прекратила ли свое существование единая русская культура с распадом древнерусского царства? Единая русская культура не успела сформироваться до удельного периода. Это была языческая культура отдельных славянских союзов племен. Но здесь вообще-то данный ответ не соответствует вопросу, поэтому почему нет. Да и, в принципе, славяне и до начала удельного периода вообще-то много единых черт имели. Политический распад в удельный период привел к распаду единой русской культуры к культурной изоляции отдельных земель. Категорически нет, неправильно. Русская культура не только сохранила свою обществу, но и стала развиваться по-своему в каждой земле. Да, это верно, что русская культура сохранила свою общность и активно развивалась. На севере, востоке, западе и юге имелись свои особенности данного развития. Мнение историка. Из книги «Древняя Русь» глазами современников и потомков 9-12 века Данилевский. В России до конца 17 века и в живописи и в литературе господствовала икона, особое образное восприятие и отражение мира. Здесь был установлен строгий порядок во всем. В сюжете, композиции, даже в цвете. Поэтому на первый взгляд древние русские иконы так похожи друг на друга. Но стоит к ним приглядеться, ведь они рассчитаны на то, что человек будет смотреть на них во время ежедневной молитвы по нескольку часов. И мы увидим, сколь различны они по своему внутреннему миру, настроению, чувствам, заложенным безымянными художниками прошлого. Кроме того, каждый элемент иконы, от жеста персонажа до отсутствия каких-либо обязательных деталей, несет в себе целый ряд смыслов. Но для того, чтобы проникнуть в них, надо владеть языком, на котором разговаривает со зрителем древнерусская икона. Из книги «Два мира в древнерусской иконописи» Трубецкого «В святом горении России» вся тайна древних иконописных красок. Ряд примеров показывает нам, как иконописец умеет красками отделить два плана существования – потусторонний и здешний. Великие художники нашей древней иконописи были, без сомнения, тонкими и глубокими наблюдателями неба в обоих значениях этого слова. Одно из них – небо здешнее, открывалось их телесным очам, другое – потустороннее, они созерцали очами умными. Оно жило в их внутреннем религиозном переживании, и их художественное творчество связывало то и другое. Потустороннее небо для них окрашивалось многоцветной радугой посюсторонних здешних тонов. И в этом окрашивании не было ничего случайного, произвольного. Каждый цветовой оттенок имеет в своем месте особое смысловое оправдание и значение. Если этот смысл нам не всегда виден и ясен, это обуславливается единственно тем, что мы его утратили. Мы потеряли ключ к пониманию этого единства в мире искусства. Вопросы. Почему иконописец перед написанием иконы продолжительное время молился и постился, а перед написанием, после написания никогда не подписывал свою работу? Икона считается как бы отражением высших сил. То есть предполагается, что при написании иконы сам Святой Дух ведает рукой иконописца. Но как иконописец, художник в данном случае, может подписывать икону, если его рукой вел сам Святой Дух? То есть как бы здесь написано высшими силами. Художник был просто рукой, которая водила. И все. Поэтому никаких подписей здесь быть не может. Какие два мира Видева передавал через написание иконы мастер? Мир здешний, то есть мир земной и мир божественный. Сравните западноевропейские картины на библейские сюжеты и иконы. Что у них общего, а в чем различие? Иконы это очень важные символы. А картины на библейские темы в Западной Европе это просто картины. В картинах отражались святые, отражались какие-то их деяния. Но иконы, они содержат огромное количество различных смыслов, различных символов. Буквально любой цвет в иконе может быть символом. Мы даже современные не всегда эти самые символы понимаем, а тогда эти символы хорошо понимали. В картинах такого символизма нет. Иконы это символы, картины это просто картины. Легко ли современному человеку прочитать и понять икону? Нет, современный человек потерял знание вот этого символизма. И теперь мы видим иконы только такими, какими мы их собственно просто видим. Достаточно ли молчаливого созерцания? Нет, боюсь, что нет. Боюсь, что в древности были знания, которые в современности мы утеряли. Вот этот вот символизм. Много ли современных людей знают, какой символ отражает лев? Там какие-то другие животные, растения. Мы можем растения-то не узнать, которые там изображены. Потому что мы просто не знаем этих растений. Почему возникло мнение о простоте и наивности иконы? Потому что сама по себе икона, она достаточно действительно проста. В нее надо вглядываться, надо понимать символизм этой иконы. Только тогда вы поймете, насколько же глубока сама по себе икона. А в Западной Европе не обладели вот этими знаниями о символизме. Поэтому казалось, что иконы очень простые и банальны. Итоги главы третьей. В XII веке единое древнерусское государство распалось на отдельные земли и княжества, или уделы. В трех крупнейших регионах, Южной, Северо-Восточной и Северо-Западной Руси, в течение XII-XIV веков, начало формироваться три типа государственности. Монархия с большой ролью боярства в жизни общества, на юге. Монархия с главенствующей ролью князя, на северо-востоке. И боярская аристократическая республика на северо-западе. Кстати, в итоге победила именно северо-восточная монархия с главенствующей ролью князя. Именно с северо-востока, где произошло упоминание Москвы, в итоге и началось объединение всей Руси в единое государство. Но это так, дополнение. Основным фактором, сплачивающим Русь в этот период, было религиозное единство. Все русские земли входили в единую церковную организацию, управлявшуюся из Киева. Христианство сыграло решающую роль в формировании на основе местных традиций единой общерусской культуры. Выберите ответ на главный вопрос с главы, обоснуйте свой выбор. Можно ли назвать распад древнерусского государства положительным явлением, способствующим дальнейшему развитию древнерусских земель? Древняя Русь не изменилась в удельный период, ее развитие по-прежнему было достаточно медленным. Ммм, да с чего бы вдруг. Наоборот, в удельный период развитие на Руси было довольно-таки быстрым. Древняя Русь после распада единого государства продолжала развиваться. Ее отличительной чертой стало многообразие во всем. Политики, хозяйственные жизни, культуре. Полностью согласен с этим ответом. Древняя Русь разделилась на две части. Княжества и земли Северной Руси развивались поступательно. Княжества Южной Руси пришли в упадок. Вовсе нет. То есть правильный ответ получается Б. Древняя Русь после распада единого государства продолжала развиваться. Причем развиваться достаточно быстро. Просто теперь стало гораздо больше многообразия в политике, хозяйственной жизни и культуре.